Друзья, всем привет! Сейчас будет важный блог, поэтому помогите мне его распространить максимально. Мы будем говорить о том, как Россия продолжает себя копать, в том числе дипломатическую яму, об отношениях России с Израилем, о том, при чем здесь Украина и как это повлияет на нас. В общем, и о том, что на поверхности, и о том, какова подоплека. Тема важная, поэтому, пожалуйста, поделитесь этим видео, особенно если у вас есть друзья, родственники из Израиля, перешлите им, давайте вместе бороться с российской пропагандой. Там она сильно работает, и там тоже нам нужно открывать людям тоже глаза. Итак, что же произошло? В Москве Басманный суд по иску Минюста запретил деятельность агентства Сахнут. Это такое агентство, которое занимается репатриацией евреев в Израиль. То есть, помогает евреям вернуться на историческую родину, тем, кто хочет, в Израиль. Оно есть везде, оно есть и в Украине, но, в общем, деятельность его понятна, но хотят люди, то есть, оно как там, не знаю, в Канаде, организация поможет там внуку людей, выходцев из Украины, украинцев вернуться в Украину. Ну и отлично, если человек хочет, пожалуйста. Ну это в нормальной стране, а в России, значит, вот, решили, что Сахнут, значит, нежелательная организация и вредная, и ее деятельность остановили. Ну вот, как когда-то в Советском Союзе вставляли палки в колеса, значит, то теперь этим занялись в Москве, в России. Почему же это произошло? Ну, в СМИ появляется информация, что из России в Израиль ушел документ о том, что, значит, приоритет в репатриации якобы Сахнут отдавал тем, кто, у кого там есть значительный научный или бизнес потенциал. Ну, в общем, утечка мозгов. Ну, понятно, что для продвижения идеи репатриации в Израиль за последние пять месяцев Путин сделал тысячу раз больше, чем все еврейские организации вместе взятые. Потому что, ну, он показал всем, и в том числе евреям, которые живут в России, что у страны нет будущего, и там какое-то безумие творится, и что из нее надо валить. И поэтому сейчас пошел, там, просто массовое количество заявок об Алие, то есть о возвращении в Сахнут. Чуть ли не по тысячу заявок в день. Ну, вот такие данные приводятся. И, значит, Россия решила это дело прекращать. Мало того, в израильских СМИ появилась информация, что ФСБшники прослушивали разговоры с Ахнута, с потенциальными репатриантами. То есть напрямую вмешивались. Ну, а у них иначе нельзя. Как же ни прослушать, ни настучать. Это же ФСБ, это же Россия-матушка. В общем, тут вообще удивляться не приходится. Но это все как бы на поверхности. Что вот, да, там тысяча заявок, и вот решили вставлять палки в колеса. Тут есть другая интересная составляющая. Дело в том, что в Израиле сейчас поменялось правительство. И вот новый премьер Лапид, в отличие от прошлого премьера Бенета, занимает более жесткую позицию в украинской войне. И он даже сказал то, чего там все израильцы никак не мог сказать. Что Израиль осуждает эту войну против Украины. И вот этими действиями в отношении Сахнута Путин таким образом передает сигнал Израилю о том, что Израиль из дружественных стран может быть перемещен в список недружественных для России стран. Послушайте, что об этом говорит политолог Михаил Пеливерт. В данном случае я бы относился к данной инициативе российских властей как некое предупреждение, что Израиль в качестве страны, которая сегодня все еще находится в списке дружелюбных стран, дружественных, точнее, стран, она может очень быстро из этого списка переместиться в список стран враждебных. А в данном случае у Израиля в отношениях с Российской Федерацией интерес прежде всего связан с безопасностью наших северных границ, чтобы российские вооруженные силы, размещенные, раскортированные в Сирии, не мешали нам наводить там свой, скажем так, израильский порядок. А во-вторых, это, конечно же, благополучие еврейской общины в России, которая все еще достаточно велика и по разным оценкам составляет до миллиона человек. Тут добавила и пресс-алкаше российского МИДа Мария Захарова. Она, значит, сказала, что, я практически цитирую, антироссийская позиция Израиля в отношении войны в Украине подрывает отношения, является недружественной. И, в общем, проблемы в отношениях между Москвой и Тель-Авивом сегодня – это поддержка киевского режима. Ну, в общем, это, конечно, вранье, потому что, ну, при всем уважении, мы благодарны за любую помощь и поддержку. Но говорить о какой-то безоговорочной поддержке Украины со стороны Израиля не приходится, а о военной поддержке вообще не приходится говорить. Это, конечно, вранье. А что же тогда в реальности? А в реальности очень интересно, что атака на Сахнут началась после визита Путина в Иран. Абсолютно верно. И вот здесь мы понимаем, что Иран, там, заклятый враг Израиля, их многое разделяет. И здесь очень важна ситуация в Сирии. Потому что, действительно, что важно для Израиля от России – это ситуация в Сирии и безопасность евреев, которых много в России, и, значит, будущее еврейской общины. Вот, собственно говоря, две темы. И вот здесь, конечно же, в Тегеране явно что-то обсуждалось. И Путин таким образом передает Лапиду сигнал. Я тут кое о чем-то говорился в Тегеране. В общем, а ему мы знаем, что ему нужно. Ему нужна очень сильно военная любая поддержка, беспилотники, что угодно, потому что уже там весь потенциал подорванный. И поэтому, в общем, приезжай ко мне, или, в общем, начинай говорить и перебивай ставку Тегерана. Такие пытаются устроить торги. Вот до этого, ну, интересно, конечно, как на этот шантаж отреагирует Тель-Авив. Будем следить за развитием событий. Но до этого, собственно говоря, Россия не мешала Израилю атаковать в Сирии иранские объекты. Послушайте, что об этом говорит политолог израильский Ксения Светлова. Создан специальный деконфликтный центр еще в 2015 году для того, чтобы избежать аварий и каких-то столкновений между российской и израильской авиацией в небе над Сирией. И Россия уже давным-давно дала понять, что она не довольна, что она не хотела бы, что Израиль продолжал атаковать иранские объекты. Насчет этого есть разночтение, действительно ли это так, или, возможно, на какой-то момент Москве было выгодно, что Израиль делает какие-то действия, совершает действия по отношению к иранцам. Возможно, там были какие-то неурядицы. Но теперь, когда этот альянс российско-иранский становится гораздо более мощным и осязаемым, выпуклым, то понятно, что продолжение израильских действий в Сирии никак не входит в интересы Москвы. И опасения в Израиле, конечно же, существуют, и они вполне реальны. В общем, очень интересное сейчас развитие событий, и интересно, конечно, какое решение примет правительство Израиля, и что будет дальше. Урок один. Нельзя ничего иметь общего с диктаторами. И когда Израиль пытался пять месяцев занимать нейтральную позицию, действовать осторожно, то сначала там были четкие антисемитские заявления Лаврова, а теперь вот такие шаги навстречу Ирану. То есть Путин пытается договориться со злейшим врагом Израиля, и здесь Израиле уже нужно определяться. Мне кажется, выбор Израиля понятен. Израиль – это демократическая страна, часть свободного мира, и весь свободный мир сегодня объединился против Путина и его шайки. Кроме того, ближайшим союзником Израиля являются Соединенные Штаты Америки, чья ставка тоже абсолютно понятна, и которые абсолютно не то, что высказались, а которые являются ключевым союзником Украины в этой ситуации. В общем, когда имеешь дело с диктаторами, они рано или поздно обязательно преподнесут какой-то не то, что неприятный сюрприз, а какой-то просто подляну. Я так говорил два года назад, когда тут заигрывали, к сожалению, в Украине с диктатором Лукашенко. Говорили, у нас там битум, оттуда идет то, это, мы там торгуем, давайте прикроем глаза на все его зверства внутри страны. Говорил, что это не путь. Так оно и случилось. Вместо битума и нефтепродуктов нам оттуда пришли танки и убийцы, которые убивали, резали, насиловали возле Киева, в Бучи и Ирпине. Ну, очевидно было, что этим и закончится. Этим и закончилось. В общем, нельзя заигрывать с диктаторами, кончается это все одним. С диктатурами только надо бороться. Вот такое видео, мне кажется, оно важное и интересное. Друзья, обязательно поделитесь и пишите, что вы думаете о том, что происходит в отношении в треугольнике России, Израиль, Украина. Друзья, держим строй!